Педагоги хотели узнать, какие документы необходимы для участия, на что сделать упор в видеовизитке, а также, как избавиться от стресса во время публичных выступлений. Тренировать себя в том, что, наверное, не получается, по вашему мнению, тренировать через как раз публичные выступления или проведение каких-то занятий с ребятами или съемку роликов. Учитель-логопед Мария Каратаева стала первой в номинации лучший воспитатель профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование». Рассказала, что с первого раза победить не получилось, но это лишь дало стимул приложить больше усилий в этом году. На нашем примере мы поможем кому-то определиться, почувствовать силу и веру в себя подарить, и, возможно, количество участников от городского круга Химки увеличится в геометрической прогрессии. Несколько лет назад Анастасия Шлемко забрала главный приз этого конкурса. Она была признана лучшим воспитателем 2018 года. На этом достижении Анастасия не остановилась и в прошлом году вновь подала заявку, где победила в номинации конкурс, который не остановить. Когда получается выиграть, это, конечно, совсем другие эмоции, это некая гордость, гордость за то, что можно себя похвалить, за то, что мне помогали, за то, что меня поддерживал городской округ Химки, за то, что за меня болели все педагоги и те, кто меня знает, кто со мной рядом живет в этом прекрасном городе. Участники встречи признаются, что подобные мероприятия помогают не только поделиться опытом, но и сделать дошкольное образование более качественным. Подскажет вам.